Афиша и ароматы Мы в Российской национальной библиотеке, в отделе Истампов, и здесь работает выставка, которая одновременно обращается и к вашему зрению, и к вашему обонянию, а также и к слуху. Во второй половине XIX века происходит расцвет экономики, промышленности, и наши купцы русские быстро понимают, что без рекламы далеко не уедешь, товары не продашь. В это же время начинает свою деятельность предприятие «Маловаренная Жукова». И мыло, конечно, было изобретено достаточно давно, но это была очень дорогая вещь, поэтому мылом мыли только руки и лицо. А уже с XIX века можно было и стирать. В 70-х годах XIX века в России, где на тот момент проживало около 70 миллионов человек, производили уже 2,5 миллиона кусков мыла в год. Выпускали плакаты, очень яркие, предлагающие вам покупку. Ну, конечно, столько мыла надо же было реализовывать. Надо было реализовывать, надо было мыться. И мы видим плакат, очень яркий, малиновый, и кусочки мыла в виде кубиков, на которых не только герб, говорящий о качестве мыла, но и награды, которые это мыло получало на различных выставках. Видите медальки? Конечно, как на минералке. Я всегда беру там, где больше медалей. Только с медальками. Абсолютно верно. И мыло также производили и продавали на экспорт. И мы видим уже в соседней витрине рекламу, рассчитанную уже на наших восточных партнеров. Продолжается работа по разработке новых формул мыла с использованием каких-то новых материалов, обладающих особыми свойствами, в том числе и такой материал кил. Это глина, которая включает вулканический пепел. Обнаружено это было в Крыму. И там же было налажено и производство мыла. И мы опять же видим рекламу общества Неофит в Севастополе. И еще одним интересным ингредиентом была, видимо, нефть. Потому что было у нас нефтяное мыло. Это было мягкое нефтяное мыло, которое производили братья Нобель. Всем известная семья Нобеля, которая у нас здесь, в Петербурге, жила и занималась инженерными различными разработками. Им принадлежит около 350 патентов, но в том числе и нефтяное мыло. Одновременно с мылом производились духи и одеколоны у нас в России. И российские духи признавались на уровне французских во всем мире. Ни капельки, ни ниже. Посмотрите на афишу. Вам не кажется странным написание этого слова? О, дей колонн. Как вы думаете, почему? Ну, может быть, из колонки. Может, тогда пользоваться популярностью были большие колонки для духов? Было бы хорошо, но, к сожалению, это не так. Дело в том, что одеколон был изобретен доминиканскими монахами. Рецепт перешел к миланскому купцу. Он его передал своему племяннику, который в городе Кёльне открыл магазин и назвал это Кёльнишвассер. Кёльнская вода. А у нас уже перешло во французском изводе. О, де колонн. Кёльнская вода. И, конечно, надо было во что-то разливать и духи, и одеколоны. И изначально использовались флаконы как аптечные. Очень простые. Затем начинается дизайн, разработка новых и новых флаконов для новых запахов. У нас на выставке представлен уникальный флакон. Во-первых, он выполнен в технике крокле. Это уникальная стеклодубная техника. Имитирует трещины. Да, как кусок льда. Как кусок льда, да. Потому как флакон одеколона северный. С северным мишкой, видите, на вершине. И помимо техники, это по-настоящему флакон флаконов. Потому что он выполнен по дизайну нашего известного художника. Так, 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 не забегайте вперед. Судя по всему, это вопрос для телезрителей. Да. Это вопрос для телезрителей. Продублируем. Кто автор этого флакона? Кто выступил дизайнером этого флакона? А я тогда варианты ответов предложу. Судя по всему, это был известный художник. С мировым именем. Это был Василий Кандинский. Кузьма Петров-Водкин, может быть, это разработал. Или Казимир Малевич. Или, может, все-таки Александр Бенуа приложил свои кисти к этому эскизу. Спасибо. Я повторю вопрос для наших телезрителей. Итак, какой художник разрабатывал дизайн флакона для одеколона «Северный», вот этот с белым медведиком, сверху? Василий Кандинский, Кузьма Петров-Водкин, Казимир Малевич или Александр, как сказал Балеша Попович, Бенуа? 33-22-146. Пока идет реклама, вы дозваниваетесь к нам в прямой эфир. И вот, что получит тот, кто правильно ответит на наш сегодняшний вопрос. Ну, во-первых, как я говорю, набор журналиста. Блокнот и авторучка фирменная от 78-го канала. Интереснейшая книга, которая называется «Я тобой манипулирую». Она вот таким вот языком и написана, таким голосом, я бы даже сказал. Из того, что написано на другой стороне, выделим следующий отзыв о прочитанной книге. Ну, вот это такая книга для того, чтобы добрые люди защитились от злыдней. Ну, согласитесь, прямо нужна такая книга каждому из нас. Ну, в крайнем случае, будете выписывать в этот самый блокнот этой ручкой и самое ценное и важное из этой книги. Ну, и, конечно же, вот это вот, знаете, как говорят, шопер, да? Ну, то, с чем в магазин ходят, шопер. Но мы боремся с разными чужданными нам словами, поэтому, ну как? Ну, авоська плечевая, давайте так ее называть. Давайте посмотрим, о чем мы сегодня хотели у вас спросить. Какой художник разрабатывал дизайн вот этого флакона для одеколона «Северный» с белым медведем наверху. Варианты ответов у вас на экране. Я слушаю вас. Алло, здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Алексей. Алексей, отлично. Говорите. Ну, я думаю, что Бенуа. Бенуа, именно потому что Алексей Попович так необычно, я бы даже сказал, на высокой ноте произнес это имя. Поэтому подумали про Бенуа? Ну, вы знаете, все просто. Я до этого смотрел вашу программу и чисто по наитию угадывал. И думаю, дай сегодня позвоню. Слушайте, здорово, здорово, что позвонили, плохо, что не угадали. Вот, но начало положено. Звоните еще и угадайте обязательно. Мы продолжаем игру. Значит, на один вариант ответа меньше. Из трех будем выбирать. С вами, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, Феликс. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Виктор. Ну что, Виктор, давайте, говорите. Вариант номер три – Казимир Малевич. А вы думаете, знаете или гадаете? Ну, конечно, знаю. Я искусством занимаюсь с ранних лет. Тогда вам, человеку, который с ранних лет занимается искусством, просто необходима книга, как доброму человеку защититься от злыдней. Но сначала мы, естественно, должны проверить, правильно ли вы ответили. А для этого мы передадим слово Алексею и Татьяне. Внимание на экран. Феликс Валерьевич, нам ради правильного ответа даже разрешили достать, чтобы он вертикально во всей своей красе флакон нас радовал. Ну что, мы готовы правильный ответ сообщить. Татьяна, вам слово. Чтобы правильный ответ дать, нам поможет плакат, который был выполнен тем же художником. Мы видим и монограмму художника, и сам образ плаката нам напоминает о Казимире Малевиче. И флакон, и плакат были выполнены около 1910 года. И, как вы видите, идея черного квадрата у Малевича уже была. Ну, видите, занимаетесь искусством с детства, и рано или поздно, может быть, вам это пригодится. Как сегодня Виктору, который получил, видите, у меня уже ничего нет, уже все у Виктора, все призы он забрал. Казимир Малевич, вот вам очередной черный квадрат, а вот вам абсолютно белый медведь на верхушке флакона с одеколоном. А Леша-то Попович, оказывается, и не ушел с выставки, не вышел, так сказать, из здания Российской национальной библиотеки. Все там балуется парфюмами. Леша, ты собираешься это выпить? – Феликс Валерьевич, дело в том, что на выставке «Ароматы и афиши», ну, точнее, «Афиши и ароматы» так хорошо, ну, и интересно, конечно, что мы решили задержаться и еще один вопрос нашим телезрителям задать. Вам опять слово, Татьяна. Ну, тогда начну с небольшой предыстории. Мы держим в руках бокалы с замечательными ароматами, которые были воссозданы в Гильдии парфюмеров России под руководством ее президента Оксаны Чернышовой по уникальным рецептам XIX века. Это время, когда у нас работали замечательные фабрики парфюмерные, Бракара, фабрика Роле. Именно там начал свой творческий путь Эрнест Бо, который создал, как вы думаете, какие духи для Шанель, для Коко Шанель? – О, ну тут все просто, пять. – Пять, и вам пять. Конец XIX, начало XX века – это время золотого периода нашей парфюмерии российской. Но и после революции производства не были прекращены, сохранялись и ароматы, сохранялись фабрики, но под другими именами. Конечно, все производство было национализировано, духи переименованы. В 1913 году, к 300-летию дома Романовых, был создан уникальный аромат под названием «Любимый букет императрицы». Этот аромат продолжил свою жизнь и в советское время, но под другим названием. – Итак, вопрос, под каким названием продолжил свою советскую историю этот аромат? «Ландыш серебристый», «Белая акация», «Красный мак» или «Красная Москва». Я повторю, безусловно, за Алексеем и за Татьяной. Итак, под каким же названием аромат «Любимый букет императрицы» производился уже в советской России? Варианты на вашем экране. «Ландыш серебристый», «Белая акация», «Красный мак», «Красная Москва». Где-то здесь «Любимый букет императрицы». 3322-146, пока идет реклама, вы дозваниваетесь до нашего прямого эфира. Сертификат на впечатление в подарок достанется тому, кто правильно ответит на наш сегодняшний вопрос. А дальше победитель сам выберет свое впечатление. То ли это будет соляная пещера, то ли посещение театра, может быть, даже катание на роликах, а вдруг йога. Кто его знает? Давайте перейдем к вопросу, собственно говоря, под каким названием аромат «Любимый букет императрицы» производился в советской России. «Ландыш серебристый», «Белая акация», «Красный мак» или «Красная Москва». Я вас слушаю. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Феликс. Меня зовут Мария. Мария, пожалуйста. Мой ответ – «Белая акация». Это та самая «Белая акация», у которой гроздят душистые? Ну, это уже романс, это уже не важно. Хорошо, я принимаю ваш ответ – «Белая акация», хотя, честно говоря, мне казалось… Ну, ладно. Мало ли, что там мне казалось. Играем дальше, Мария. Спасибо вам за звонок, но я хочу услышать еще одну версию. Стало быть, это не «Акация». Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Ну что, вы знаете или будем гадать? Я думаю, «Красная Москва». Вы думаете, что вот «Красная Москва» пахнет, вот «Красная Москва» пахнет так же, как любимый букет императрицы? Да нет, я думаю, потому что это был ВДНХ в Москве, а так как в советской Москве, то красная. Понятно. Ну, то есть вас не смущает, что там императрица, которая все больше в Петербурге была, а тут вдруг «Красная Москва». Запах один и тот же, а названия принципиально разные. Неважно. Дмитрий, я принял ваш ответ, мы сейчас будем проверять его на правильность и передадим слово Алексею и Татьяне. Внимание на экран. Феликс Валерьевич, мы готовы дать правильный ответ. Композиция «Любимый букет императрицы» стал любимыми духами советских женщин под названием «Красная Москва». Ну что ж, мы поздравляем Дмитрия, он абсолютно прав, любимый букет императрицы. Внимание на экран, в советское время назывался «Красная Москва». Ну, кто не знает этот аромат, кто не помнит, ну, не знаю, у мам, у бабушек, по-моему, у всех «Красная Москва» была. Сейчас она, кстати, тоже ее можно найти. Ну, уже немножко, но все равно, она есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова